Глава седьмая — Если ты проголодалась, можешь перекусить, — сказал Андрей. — Продуктов у нас достаточно. — А ты? — А мне пока нельзя, я машину управляю. Они ехали по кольцевой автодороге. — Так, может, остановимся? — предложила Катя. — Нет, время терять не стоит. Она открыла один из мешков и увидела там, кроме всего прочего, те самые упаковки Даниссима со вкусом пломбира. Первое желание попробовать экзотическую еду сразу сменилось опасением. Вдруг эта штука для Андрея на вес золота, а больше купить ее будет негде. Может, он в отношениях некоторых продуктов ведет себя как наркоман? Катя отложила этот мешок и заглянула в свой рюкзак. Достала оттуда батон и вишневый сок, отломила кусок булки и стала есть, запивая соком. — Что ты нашел про Ивана Даниловича? — спросила Катя. — Ничего хорошего. Это я поняла. Если в двух словах преступный авторитет, имеет прозвище Иван Первый, контролирует азартные игры и спорт. Откуда у него такое прозвище появилось? Какой-то умник, хорошо знающий историю, сообразил, что так звали одного древнерусского князя, Иван Первый, он же Иван Данилович. Вот и приделали ему кличку. А этот твой знакомый, к которому мы едем, он кто? — О, это великий сыщик. Зовут его Михаил Николаевич Силачев. Вернее, он бывший сыщик. Катя уже начала на нервной почве страдать излишней подозрительностью, поэтому спросила. — А как этот великий сыщик оказался в твоем окружении? У тебя что, были проблемы с законом? — Да не, что ты, совсем наоборот. Мой дядя служил в милиции, ну и потом в полиции, а Силачев одно время был его начальником, пока в отставку не вышел. После этого он уехал в Новгородскую область. Там сейчас и живет. — Может, проще было обратиться к твоему дяде? — Нет, не проще. Во-первых, мой дядя живет в Питере, а Силачев хрен знает где, и там нас будет гораздо труднее найти. Во-вторых, черт, не хочу никого обижать, но Силачев намного круче. У него способностей больше. Насчет связи не знаю, но способностей явно больше. Катя доела кусок булки, убрала сок и застегнула рюкзак. Некоторое время она обдумывала свое положение. — Слушай, Андрей, а может, лучше все-таки нормально обратиться в полицию? — Не, не надо. — А тогда, может, свяжемся с моей командой и объясним ситуацию? — Не стоит. — Просто ты понимаешь, я с тобой почти не знакома, а тут дело так повернулось, хочешь не хочешь, а уже беспокоишься, что это подстава. — Какая подстава? С моей стороны, что ли? — Ну, да. — И вообще, разве у человека может быть фамилия Силачев? Андрей рассмеялся так, что едва не потерял управление машиной. — Во, блин, ну ты даешь! Чем тебе его фамилия не понравилась? Самая лучшая фамилия, какая только бывает. — Ладно, извини, нервы. Автомобиль свернул с кольцевой автодороги на московское шоссе. — Ты думаешь, этот Силачев пустит нас к себе пожить? — спросила Катя. — Не знаю, ему видней. Он в отдельном доме живет, а у его жены еще имеется вторая квартира. Так что места на всех хватит. У них семья небольшая, сам Силачев жена и сын шестилетний. Вообще, у него три сына, только первые двое уже взрослые, живут отдельно. За окном стояла ночь. Автомобиль грузный, неторопливо пожирал километры, так что Кате казалось, будто она в танке. Такой уж был стиль вождения ее нового приятеля. Рано утром, когда они въехали в Новгородскую область, Андрей решил, как следует подкрепиться. Увидев подходящую проселочную дорогу, он свернул вправо, проехал немного по ней и остановил машину в лесу. Первым делом Андрей вытащил упаковку Даниссима со вкусом пломбира. Кроме того, у него в машине обнаружилась чайная ложечка специально для таких целей. — А можно мне попробовать, что это за чудо угощения? — спросила Катя. Андрей не на шутку задумался. Судя по его физиономии, он сейчас решил вопрос более важный, чем быть или не быть. Но, наконец, утвердительно кивнул головой. — Можно. Во-первых, как твой болельщик, я должен быть готов на любые жертвы ради тебя. И, во-вторых, это угощение надо всячески рекламировать. А иначе кто же о нем узнает? Ешь на здоровье. Только ложечка у меня всего одна. Как заедем в магазин, куплю еще одну. — Ой, — спохватилась Катя, — магазин. Мне же надо купить много вещей. Если мы надолго уехали из Питера, то мне нужна другая одежда, зубная щетка, паста, мыло. Все сразу и не вспомнить. — Да, действительно. У тебя деньги с собой есть? — Ну да, в рюкзаке. Правда, немного, но у меня и карта есть. — Я тоже и бабки, и карту взял. Ладно, если тебе будет не хватать, я добавлю. — Ну, давай, пробуй. Катя взяла ложечку и съела одну упаковку Данисима. Сто тридцать граммов. Ей чрезвычайно понравилось, но она не стала жадничать и передала ложечку Андрею. Он съел еще три упаковки. Потом попросил у Кати вишневый сок и, в свою очередь, поделился с ней пирожками. Катя съела парочку. Один из них оказался с луком, рисом и яйцом, а второй с мясом. Вдвоем они выпили весь пакет сока, и Андрей положил его в мешок, чтобы не мусорить. — Это был завтрак, а обедать будем у Силачева, — сказал он. — Поехали. Теперь он включил в машине музыку, вероятно, чувствуя себя в большей безопасности, чем раньше, словом, позволил себе немного расслабиться. Сначала они слушали музыку молча, потом Андрей объяснил. — Этот сборник я сам составил. Есть три рок-группы, которые мне очень нравятся. «Дезориентир», «Грязные святые» и «Еда». По крайней мере, так их названия воспринимались на слух, а в письменном виде могли выглядеть несколько по-другому. Вот я и собрал лучшие песни из их репертуара. Ну, там, в принципе, один и тот же парень был главным человеком во всех трех группах, а сами группы превращались одна в другую. Одна закрылась, другая открылась, да и по голосу слышно, что один и тот же человек поет. «Грязные святые» — это группа так называется, — удивилась Катя. Ну да, в начале прошлого века до революции шутка такая была — «Не согрешишь, не покаешься». Нравятся песни? — Не знаю. Я музыкой не очень интересуюсь. Что поставят, то и слушаю. «А не пора ли нам позвонить Силачеву?» — спросил Андрей, глянул на автомобильные часы и сам себе ответил. «Думаю, уже можно». Он убавил музыку и набрал номер. «Михаил Николаевич, здравствуйте. Это Андрей. Я еду к вам в гости. Вы где сейчас, в Акуловке или на даче? На даче? Хорошо. Ну, я, наверное, часа через два-три до вас доберусь. Хорошо? Ну все, ждите». «Два-три часа — это с учетом магазина», — объяснил он Кате. «Так бы получилось быстрее, но нам надо много чего купить». Закупки они сделали в той же самой Акуловке. Это оказался небольшой городок, районный центр. Вначале они купили предметы гигиены — зубную пасту, зубные щетки, чайную ложечку, мыло и все такое. А потом и одежду. Андрей был в джинсах, свитере и хороших туфлях, но захотел приобрести спортивный костюм и кроссовки. Катя же, наоборот, была в спортивном костюме и кроссовках, поэтому ей понадобилось одеться прилично. Она купила себе туфли и деловой костюм, и там же в магазине переоделась. Надо сказать, что Андрей привлек к себе всеобщее внимание. Ему потребовалась очень большая обувь и одежда максимального размера, да и ту еще не сразу нашли. Когда они с Катей сели в машину, Андрей пожаловался. Ну, какой же я баран! Ведь мог бы взять с собой из дома все необходимое. Так нет же, пять минут пожалел. Ну, ладно, не пять, десять. Главное, меня в этом магазине все запомнили. Уж слишком приметная у меня внешность. Да и повозиться со мной продавцам пришлось конкретно. Засветились мы, короче. — Самое смешное, что меня никто не узнал, — заметила Катя. — Ага. Кстати, я читал про один случай. В общем, София Ротару, едва успев прославиться, похвасталась кому-то из своего окружения, что ее теперь все будут узнавать. Ну и после этого пошла в аптеку. Туда зашел парень и упал перед ней на колени. Она решила, ну вот, начинается всенародный фанатизм. И тут продавщица закричала. — Девушка, не давайте ему денег, он наркоман. Они покинули Акуловку и в прежнем неторопливом темпе двинулись дальше. Впрочем, ехать пришлось не слишком долго. Довольно скоро Андрей свернул с шоссе на проселочную дорогу, прокомментировав. — Во, нам сюда. А как это место называется? А хрен его знает, не помню. Деревня была расположена в паре километров от шоссе и на первый взгляд казалась совсем убогой и заброшенной. Но только до того момента, пока они не увидели дом Силачева, который стоял последним дальше всех от шоссе. Это была большая, красивая и, видимо, достаточно новая двухэтажная постройка из красного и белого кирпича, обнесенные высоким забором, тоже из красного и белого кирпича. Андрей подъехал к воротам и посигналил. Примерно через полминуты ворота стали открываться. Андрей завернул влево и торжественно въехал во двор. Из дома вышел крепкий и плотный мужичок лет шестидесяти с короткой атлетической шеей, громадными ручищами, способными образовать кулаки размером чуть ли не с тыкву и широкой загорелой физиономии смугло-красного цвета. Одет он был по-простому, в тренировочные штаны, рубашку и домашние тапочки. Катя поняла, что это и есть знаменитый сыщик Силачев. В то же время металлические ворота стали закрываться. Остановив машину, Андрей вылез на улицу, Катя последовала его примеру. Андрей подошел к сыщику, а тот оказался ему до плеча. «Он ростом примерно, как и я, не больше», — подумала Катя. И вдруг Силачев ее огорошил. Он заговорил первым, да не просто заговорил, а уставившись на Катю, произнес «Я так и думал». Катя в недоумении тоже уставилась на него, но тут Андрей поздоровался с сыщиком, а Силачев, в свою очередь, поздоровался с ними обоими. С Андреем он обменялся рукопожатием, причем Катя заметила, что Андрей поморщился. Видимо, рука у сыщика была исключительно крепкая. «Ну», — сказал он, — «пойдемте в дом». Втроем они прошли в одну из комнат первого этажа, очевидно, самую большую. Там их встретила красивая и пышная блондинка, лет тридцати и тридцати пяти, немного полноватая, но в меру, ориентировочно килограммов семьдесят при росте метр шестьдесят три. Она сразу кинула подозрительный, изучающий взгляд на Катю. «Узнала», — подумала Катя, но тут же поняла, что дело совсем в другом. У Силачева достаточно ревнивая жена. «Оксана», — представил ее Силачев, — «а это Екатерина. Ну, Андрея вы все и так знаете». «Здравствуйте», — сказал Андрей. «Михаил Николаевич, а можно будет немного подкрепиться?» Силачев с женой рассмеялись, при этом Оксана, кажется, временно забыла про свою подозрительность. «Можно», — ответил сыщик. «Оксана, тащи обед. Только слушай, у нас тут такое тайное совещание. Информация, которую лучше никому не знать, даже тебе». «Много будешь знать, скоро состаришься», — понимающая кивнула она и направилась к выходу. В комнату заглянул мальчик. Он успел произнести «Здравствуйте», но мать сказала ему «Пойдем, Паша, тут у них секретное совещание». И они вместе ушли, не забыв закрыть дверь. «Прошу всех сесть», — полушутя полусерьезно объявил Силачев и сам уселся за стол. Андрей и Катя последовали его примеру. «Рассказывайте». Рассказывали по очереди. Сначала Катя, правда, ей пришлось прерваться, когда Оксана принесла обед. Потом Андрей. Вообще-то у Кати накопились вопросы к обоим собеседникам, но она не торопилась их задавать, опасаясь, что Андрей или Силачев или даже оба сразу выразят недовольство и откажутся ей помогать. Поэтому она с интересом выжидала, как начнет свой рассказ Андрей. Он начал с фразы. «Я приехал к Кате и хотел зайти к ней в гости, но не успел. Только я вышел из машины, как она сама выскочила на улицу». И ни слова о том, зачем он к ней приехал. И Силачев тоже не стал этим интересоваться. Дальше Андрей изложил, как отвез Катю домой и стал искать информацию про Ивана Даниловича и нашел нечто пугающее, ну и так далее. «Мне тоже нужна информация про Ивана Даниловича», — произнес сыщик. «Я должен понять, насколько он опасен». «Принести мой ноутбук?» — спросил Андрей. «Зачем? Я со своего посмотрю». Михаил Николаевич вышел из комнаты и вскоре вернулся с ноутбуком. «Сейчас интернет откроется и посмотрим. Значит, Иван Данилович». «Да. Потом уже я нашел в интернете его прозвище. Иван Первый». «Хорошо». Если по уму, то Кате, конечно, следовало бы присоединиться к Силачеву и заняться изучением информации, которую он найдет. Но нервы, нервы. Ей очень не хотелось этого делать без крайней необходимости. Подобно пациенту в больнице, который знает, что он опасно болен, но не хочет знать подробностей, боясь, что они его окончательно добьют. «Доктор, постарайтесь меня вылечить. Только не надо разъяснять детали моей болезни. Я и так весь на нервах». Они с Андреем закончили обед, а Силачев продолжал гулять по интернету. Они сидели молча, чтобы ему не мешать. Так прошло, кажется, несколько минут. Возможно, больше. Наконец Михаил Николаевич оторвался от ноутбука и сказал. «Мне придется сделать звонок другу. Для этого друга, ну и для некоторых других, у меня есть отдельный телефон. Я вас на время покину». Он вышел и закрыл дверь. Катя с Андреем остались одни, чувствуя себя в подвешенном состоянии. «И что теперь будет?» Спросила Катя. «Сам не знаю». Чтобы не сидеть без дела, Андрей выпил еще чашку чая и слопал пару бутербродов с сыром. Но вот вернулся Силачев. «Значит так, ребята», — сказал он. «Вы сейчас поедете на дачу к моему товарищу. Я с ним договорился. Это московский бизнесмен. Зовут его Петр Андреевич. Как к нему доехать, я вам нарисую. У него не просто дача, а самая настоящая крепость с охраной. И он очень обрадовался, что к нему едет в гости Екатерина Цыганова. Он тоже ваш болельщик. Правда, пока его на даче нет и появится, он там еще не скоро очень занят». «А дача у него под Москвой?» Спросил Андрей. «Почему под Москвой?» «Едет десять километров отсюда». А то я подумал, раз он московский бизнесмен, сыщик взял с полки лист бумаги и карандаш. «Смотрите, выезжаете обратно на шоссе, потом едете направо, километра два с половиной. Там от шоссе в другую сторону отходит еще одна проселочная дорога. «Вот она», — Силачев нарисовал. «Едете по ней до упора, это километров пять. Вот тут дача. Других построек рядом нет. Посигналите у ворот, представитесь, вас впустят». «А вы что будете делать?» — поинтересовался Андрей. «Я?» «Поеду в Питер, постараюсь утопить Ивана Даниловича. Задействую все свои связи. И твоего дядю тоже. Кстати, ты ему уже рассказал эту историю?» «Нет. Ну, неважно, я сам расскажу. Еще пара рекомендаций. Хотя дача Петра Андреевича настоящая крепость, вам все равно следует соблюдать максимальную осторожность. С территории дачи не отлучаться, из дома не выходить, сидеть только в помещениях за навешанными окнами, в соцсетях не болтать, в интернете под своим именем, не авторизоваться, никому не звонить». «Что же вы ей совсем житья не даете?» — возмутился Андрей. «Почему это ей? Я про вас обоих говорю. Или ты хотел оставить Екатерину и уехать?» «Да нет, наоборот. Я хотел остаться с ней». «Ну и правильно. Потому что бандиты будут искать и тебя тоже. Так что лучше никуда не дергайся, а укройся вместе с ней. Вы сидите на даче Петра Андреевича, пока я не порешаю все вопросы. Кстати, чтобы вас нельзя было отследить, я бы еще порекомендовал проехать несколько километров в сторону Москвы и оставить там свой мобильник». «Ох, ябт!» «А потом проехать еще несколько километров в сторону Москвы и оставить там твою машину. Ну, хватит уже издеваться», — потерял терпение Андрей. «Я не издеваюсь, а перечисляю меры предосторожности, которые считаю достаточными. Но приказывать вам не могу. Делайте, как хотите. Это были только рекомендации». «Ладно, мы подумаем над этим. Михаил Николаевич, у меня к вам еще один вопрос». «Спрашивай». «Скажите, а на даче Петра Андреевича будет Данисима со вкусом пломбира?» Силачев растерялся. «Ну, я не знаю», — неуверенно произнес он. «Вот уж понятия не имею, чем их там кормят». «То есть вы хотите сказать, что там может не быть Данисима со вкусом пломбира?» «Может и не быть», — пожал плечами сыщик. Андрей схватился за голову. «Кажется, только теперь до него дошло, в какое трудное и опасное дело он впутался». «Данисима со вкусом пломбира?»